Мы, отправляя в полет вращающиеся параллелипиды, убедились, что действительно вращение вокруг короткой оси устойчиво, вращение вокруг длинной оси также устойчиво, а вращение вокруг средней оси неустойчиво. Почему же это так? Сейчас я приведу соответствующие чертежи, рисунки и расчеты. И примечательно, что в объяснении этой неустойчивости у нас снова будет присутствовать вот это вот седло. Но, обратите внимание, седловая точка, вот для фазового портрета, для маяния, неустойчива. Оказывается, эта седловая точка присутствует и здесь вот, она связана с вращением этого параллелипиды. Итак, объяснение. Коротко об этом пишет в своей книге Владимир Игоревич так. Топологическая причина различия в поведении параллелипиды состоит в разнице поведения линий пересечения эллипсоида со сферами с центра в начале кардиналки. Вот три строчки в этой книге. Сейчас я вам их буду расшифровывать. Вначале вспомним или познакомимся, кто не знаком, с тем, что такое эллипс. День окружности х квадрат плюс у квадрат равен единице. Единичная окружность на плоскости. А теперь давайте возьмем эту окружность и растягиваем ее в два раза от оси у. Вдоль оси х. Это означает, мои слова означают, что каждый такой отрезок увеличится в два раза. Вот иди, вправо растянули, вот так отрезок, и его тоже в два раза влево растянули, и вот получится эллипс. Эллипс в два раза, значит, в два раза растянули, здесь будет точка 2, здесь точка минус 2. Кто знает, каково будет уравнение вот этого эллипсоида? После того, как мы график растянули в два раза от толщины х, что произойдет с уравнением? 2х влево. Вместо х надо заменять или нет? Нет. А вместо х надо что написать? Сумма. Вместо х надо написать х пополам. Совершенно верно. Х пополам в квадрате. Ну или так, как мы пишем, х квадрат dividить на 4, плюс у квадрат равняется 1. Вот, то есть, ну, каково. Теперь мы рассмотрим сферу. Уравнение сферы в трехмерном пространстве. х квадрат, дальше, плюс у квадрат, плюс у квадрат, плюс у квадрат, равняется 1. Вот сфера. И давайте мы эту сферу растяем, вот как у вас резиновый мячик, да, есть шар. Его можно сплющить, вот в трех направлениях по осям, можно растянуть. Вот мне удобно рассмотреть такой, значит, и тогда сфера при такой деформации превратится в эллипсоид. Вот давайте так рассмотрим. У квадрат делить на 9, плюс у квадрат делить на 4, плюс сен квадрат равняется 1. Вот такой эллипсоид, то есть кардинал. Вот мне удобнее так. х здесь, х здесь, а з здесь. Обычно по-другому, вот здесь ставим букву х, но давайте так. Тогда по оси х какая длина оси эллипсоиды по оси х? 3, а вот это сфера у нас единичного радиуса с значами координат. А здесь вот самое большое значение х, какое здесь может быть в этом уравнении? 3. Конечно, больше трех и может быть, так далее, и сумму больше единицы. Значит, по оси х в полу ось 3. По оси у? 2. 2. И по оси z единица. Вот, дыня такая или тыква. Скажите, это эллипсоид вращения или нет? Можно его? А вот получается ли он вращением? Не до той точки. Как-то странно. В оси у? Сечение не круг, а... Так? Сечение не такое, ты должен пройти через эти точки. Да, сечение не такое, я не буду сейчас тратиться за рисунком, потому что сложно нарисовать мне, я плохо рисую. Вот, поэтому, так вот. Не эллипсоид вращения. Это не эллипсоид вращения, потому что у него оси разные. Вот, ось 6, ось 3, здесь 2, а здесь 1, и, соответственно, вся оси 2. Это не эллипсоид вращения. То есть, вот, что значит эллипсоид вращения? Мы начинаем вращать его около оси, и он все время совмещается сам с собой. И если мы начали вращать вокруг оси, если начать вокруг оси, з вращать, ну, давайте посмотрим сверху. Если мы посмотрим сверху, оси, з, что мы увидим? Вот, пусть у нас и сюда, к нам, и сюда, к нам. Смотрим мы сверху на эту картинку. На этот эллипсоид. Какая будет проекция на плоскость х, проекция получается как? Надо взять z равен 0 в проекции. И тогда у нас получится в проекции эллипс. Эллипс по оси х здесь минус 3, здесь 3, здесь 2, здесь вот так. Эллипс. И вот если мы этот эллипс начнем вращать вокруг оси х, то получится эллипсоид вращения. Но он не будет совпадать вот с этим. Потому что когда мы повернем вот этот эллипс на 90 градусов, у нас верхняя точка по оси z, по высоте, будет иметь аппликату 2, а не единица, как здесь. Значит, это эллипсоид, который при вращении не совпадает сам с собой, не совмещается сам с собой. Это не эллипсоид вращения. Представили, да? А теперь следующее. Вот обычно выпускников школ пугают. Самая сложная задача на игре. Какие считаются задачи, какие параметры. Задачи с параметром. Так вот я предлагаю вам такую задачу с параметром сейчас. Пусть у нас есть квадрат со стороной 2. И в центре, в центре этого квадрата, в центре этого квадрата. И начинает из этой точки расти окружность. Сначала маленькая окружность, потом побольше, радиус увеличивается. Окружность радиуса 5. Скажите, что будет получаться в пересечении этой окружности и этого квадрата в зависимости от R? Что будет получаться в пересечении этой окружности и квадрата в зависимости от радиуса? 4 точки. Пересечения всегда будет? Нет. До каких пор не будет пересечения? Пока R не будет объединиться. Да, вот если r меньше единицы, то пересечение пустое множество. Так, r равняется единицей. Четыре точки. Четыре точки. А пункт коснется изнутри этого, сторон этого квадрата. Четыре точки. Вот если радиус еще более увеличится, да, то будет восемь точек. Вот после четырех точек появится восемь точек. Вот они, радиация здесь. Из одной точки касания родятся две точки пересечения на каждой стороне. Потом еще дальше, значит, да, значит, первая единица. Потом, когда радиус больше единицы, то будет восемь точек. И до каких пор будет? А вот внизу? Да, до корней из двух будет восемь точек. Потом будет четыре точки, а потом точек не будет. Хорошо. Правильно. Теперь следующая задача. Возьмем паралекиды. Паралекиды. Скажем, со сторонами два, два нету, два, четыре, шесть. Паралекиды. Кирпич. И тоже будем рассматривать сферы, центр которых находится в центре паралекида. И радиус этих сфер тоже вот растет. Если сфера маленькая, нет пересечения. Если сфера очень большая, тоже нет пересечения. Значит, когда появится впервые пересечения? Радиус. Так, радиус единица. Сколько будет? Что будет спрессивно? Две точки. Две точки. Если R немного больше единицы. R немного больше. От единицы до двух. От единицы до двух. Чтобы не коснуться вот этой самой, да? От единицы до двух. Что будет спрессивно? Две окружности, потому что мы будем пересекать вот эту окружность, вот эту грань и вот эту грань, да? Левую правую, как самый близкий или нет? Какие? Нет, ближний и далее. Да. Ну и так далее. Мы понимаем, смотри, что пересечение этой сферы с каждой гранью будет давать окружность или туги окружности, да? Ну вот я здесь изобразил то, что мы видим. Три грани вы видите. И на каждой грани мы видим или окружность, или туги окружности. Сфера в пересечении с каждой гранью нашего параллелепипеда будет давать или точку, или окружность, которая целиком умещается в этой грани, или туги окружности, лежащие в каждой грани. А теперь рассмотрим задачу, которая объяснит нам кувыркание вот этого параллелепипеда, вот эту механику, механику этого движения. Здесь надо будет рассмотреть вот такое пересечение. Эллипсоид мы с вами сохраним, который у нас здесь был с полуосями 1, 2 и 3. И вот этот эллипсоид сохраняется, и с ним будет пересекаться сфера, к которой мы тоже привыкли. Это сфера с центром в начале координат переменного радиуса. Итак, мы рассмотрим задачу о пересечении эллипсоида и сферы, которые имеют общий центр. Что будет в пересечении? Смотрим на этот эллипсоид. Скажите, каково наименьшее расстояние от центра эллипсоида до поверхности эллипсоида? Единица. Единица. Вот это расстояние самое короткое. Вот этот, так сказать, северный полюс, при нашем расположении эллипсоида, самая близкая точка к центру. Самая дальняя точка на поверхности эллипсоида. Там, где... Вот это, да, крайне восточная и крайне западная, так можно говорить, да, на расстоянии 3. Если у нас внутри эллипсоида начинает расти сфера, радиуса R, то впервые она коснется эллипсоида вот в этих двух точках. Значит, появятся точки пересечения, две точки пересечения. Значит, сфера у нас X квадрат плюс Y квадрат, и X квадрат плюс Y квадрат, и X квадрат плюс Y квадрат. Значит, если это объем с единицей, я так вот символически изображил верхние и нижние точки, две точки. Пусть радиус немного больше единицы, но единица плюс какая-то добавка. Как вам подсказывает интуиция, вот тут геометрическое вооружение, что будет получаться в пересечении? Две окружности. Правильно. Вот эти точки, вот можно сказать, как подводная лодка, всплывет эта сфера, вот пробьет верхнюю толщу воды, и здесь появятся вот две окружности. На поверхности липсоиды, а окружность одна здесь, сверху, а другая окружность здесь. Нет, это бутемпс. Рисунок очень условный, рисунок очень условный, вы понимаете. Рисунок очень условный. Так, две окружности. Ну, это не окружности, вот некоторые овалы, замкнутые линии, вот такие, да? Овалы сверху и снизу, на поверхности липсоиды. Так. Дальше увеличивается у нас радиус, растет, растет. И вот эти вот окружности, это не овалы, я говорю, все же, вот эти овалы будут увеличиваться. Вот, вот увеличивается. Что же у нас получится на поверхности этого эллипсоида? Вот я сейчас показываю такой вам экспонат, он миниатюрный, просто у меня под рукой дома не оказалось никакой модели эллипсоида. Эллипсоиды, я взял обычное яйцо. Вот. Я думаю, соответствует, вот самая длинная ось идет слева направо. Вот я вам наклоняю этот эллипсоид, и вы видите сверху северный полюс, и малые окружности его окружающие. Потом эти окружности растут, 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 и в конце концов верхний овал перешел вот в этот овал. Вот вы видите овал с этой стороны, сверху это, и сверху. И такой же овал имеется с другой стороны, овал снизу. Вот. Два овала окружности. Значит, это ближняя к нам точка, это ближняя к нам точка, это дальняя точка. Две окружности лежат на поверхности эллипсоида. Скажите, пожалуйста, на сколько частей разделилась поверхность эллипсоида этими окружностями? Совершенно верно, на четыре части. Вот здесь мы видим точку северный полюс и ее окрестность, вот здесь южный полюс и ее окрестность, здесь крайняя для вас западная точка, вот здесь для вас крайняя восточная точка. И в каждой из этих областей, центром области, можно считать самую близкую точку к центру эллипсоида и самую дальнюю. Таких точек четыре. Две самых дальние, две самых близких. И каждая из этих точек на поверхности эллипсоида окружена замкнутой линией. Сначала, вот вокруг северного полюса, эти овалы похожи на окружности, они очень маленькие. А затем с ростом радиуса они деформируются, они все более и более отличаются от окружностей. И когда у нас р стремится к двум, р стремится к двум, то соответствующие замкнутые линии неограниченно приближаются вот к этим окружностям. К этим окружностям. И в этой области, это если р стремится к двум снизу, то есть если р меньше двух. А если р больше двух, то мы находимся вот в этой области, либо для вас в западной, либо в восточной. И если здесь радиус уменьшается, оставаясь больше двух и приближаясь к двум, то соответствующие овалы, замкнутые кривые на поверхности эллипсоида, также приближаются вот к этим двум полуокружностям. Они для них являются, можно сказать, предельными. Теперь, давайте посмотрим на поверхность эллипсоида, на окрестность вот этой точки. Значит, что мы увидим здесь? Мы увидим дуги овалов, которые примыкают к этим окружностям вот здесь. И в каждой из других, в трёх других областях. И в этой области, и в этой, и в этой, и в этой. Значит, я сейчас нарисую тут, что мы можем сделать. Я прошу прощения, можно всё-таки на секунду эту выкладку сделать? Потому что надо, чтобы народ понял, почему это окружности. Напишите, пожалуйста, такую формулу. Сумма квадратов равна четырём. x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно четырём. Вы это можете написать все? Это уравнение сферы, правда? Да. Радиуса два. Да. И дальше сделаем простую вещь. Разделим его на четыре. Тогда получится так. x квадрат разделить на четыре плюс y квадрат делить на четыре плюс z квадрат на четыре равно единице. И теперь нужно вычесть из уравнения эллипсоида. Что тогда будет? x квадрат на девять минус x квадрат на четыре. Разница между одной девятой и одной четвёртой – это сколько? Это минус пять тридцать шестых, правильно? Вот так и пишем. Минус пять тридцать шестых, x квадрат. y квадрат исчезнет, потому что четыре и четыре и там. И z квадрат минус одна четвёртая – это три четвёртых z квадрата. А в правой части будет ноль. Но давайте подумаем, что это на самом деле означает. Это значит, что если вы перенесёте пять тридцать шестых в другую часть, то вы получите, что корень из пяти делить на шесть умножить на x – это плюс-минус корень из трёх делить на два умножить на z, правильно? То есть две прямые. Ну, соответственно, в пространстве это соответствует двум плоскостям, потому что y – любое. Первое. Пересечение плоскости с сферой x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно четырём – это, естественно, окружность. Поэтому получаются действительно две окружности. То есть просто надо было вычесть, и y при этом пропадает. Спасибо, Александр Васильевич. Наверное, вот так и доказывается, что здесь есть две окружности. Итак, посмотрим теперь, что же у нас получается на поверхность с эфилипсоида. И рассмотрим проекцию на плоскость zx для этой аэпсоида. Ось x так, ось z так. Вот здесь эллипс. Вот эти плоскости, о которых мы сейчас говорили, они будут изображаться вот такими прямыми. Вот такими прямыми. Вот я их покажу здесь. Вот так же. Видите, да? Тебя окружность. А если r больше 2, то будут получаться вот такие линии. И, соответственно, вот в этом, восточном полушарии. И, соответственно, вот в северном полушарии. Вот такие овалы. А потом они будут все ближе и ближе. И вот мы видим ту седловую точку, которую мы впервые увидели в уравнении майонтника. Седловая точка. Вот эта седловая точка присутствует и здесь. Мы видим две сепаратрисы, по отношению к которым остальные линии будут расположены так, как это имеет место в неустойчивом седле. Отсюда следует такой факт, что если мы закрутили волчок, чуть-чуть поскрутили его, он продолжает движение. Он продолжает движение. Теперь ось не сохранила свое направление. Она совершает вот малое колебание вокруг прежнего движения. Это прецессия называется. Прецессия. Вот. Устойчиво. Так и здесь. Если наш параллелепит, вот этот параллелепит, вращается вокруг длинной оси, вокруг длинной оси, и мы чуть-чуть возмутили это движение. А что значит возмутили? Ведь вот когда я ударяю вот это импульс, придаю, я не обязательно в середину попадаю вот этого ребра. Я сможем его в середину. Значит, все тут приближенно. И поэтому, вот на самом деле, когда он летит, он не сохраняет неизменность свою вертикальную вот эту ось, а вот немножко она колеблется. Но в силу устойчивости, ось проходит не через эту точку вращения, а вот по близкому, по близкому овалу, по близкому овалу. По близкому овалу. А вот если мы закрутим теоретически этот самый наш параллепид вокруг средней оси, вот вокруг средней оси, то это же нам не удастся абсолютно точно осуществить. Всегда будет какое-то возмущение, и поэтому у нас возращение окажется вот здесь вот уже. А через эту точку проходит какая-то вот эта вот синяя линия, которая идет, вот проходит через эту точку, а потом уходит на противоположную сторону эллипсоиды. И движение по этой линии и означает, что ось вращения меняет свое направление. С одного направления на противоположное. А это неустойчивость. А это и есть неустойчивость. Это принципиальное объяснение. Совсем кратко об этом вы можете прочитать в книжке Арнольда. Совсем строго узнаете, когда будете изучать курс механики. Ну что еще примечательно. Вот несколько лет назад, во время космического полета, был открыт эффект, который получил название по имени космонавта Владимира Джанибекова эффект Джанибекова. Эффект Джанибекова. В чем он заключается? Сейчас я попробую вам это показать. В космосе надо было открыть какой-то ящик там или сейф какой-то. Ну а там была гайка. Надо было отвинтить гайку. Точнее даже это была не гайка, а так называемый барашек. Вы знаете, что такое гайка барашек? Если настоящая гайка, то ее нужно закручивать гаечным крючком. Если, допустим, она шестиградная гайка. Гаечным крючком нужно закручивать. А вот, скажем, у мясорубки там не гайка, а, вернее, гайка, но с вылочками такими удобными для... Сейчас я вам нарисую. Вот шестиградная гайка. Чтобы ее откручивать, надо ключ иметь. А, по-моему, тут вот внутри резьба. Да? А гайка барашек это следующее. Вот вместо гайки здесь вот такие вот... Ну, крылышки, шторы их можно назвать. То есть, сручную можно откручить. У мясорубки это бывает еще где-то. Никто не откручивал никогда гайку барашек. Ну, пусть кто-нибудь откручивал или нет? Откручивали. Представляете, что это такое? И вот, если эта гайка откручивается легко, то и вот она гайка, то ее надо закручить, и она просто вот по резьбе вот так вот с винта с этого и сойдет. Вот. Крутится и по резьбе вот едет. И вот Дженебеков, надо было ему откручить гайку, он крутанул, она поехала, поехала, сошла с этой оси, продолжала крутиться по инерции, а потом раз поменяла направление, вот так вот, летела дальше в резонсе. Потом раз снова перевернулась, раз снова перевернулась. Интересно, да? Смотрите. Вот крутится, с оси сходит, а потом начинает пувыркаться. Вот назвали это эффектом Дженебекова. А почему? Это то же самое, что вращение параллелепипеда. Потому что вот когда гайка здесь вот крутится вокруг оси, исходит, то это было вращение вокруг как раз средней оси инерции. Есть три, у каждого тела есть три главных оси вращения. Вот. А это было вращение вокруг именно средней оси, оно неустойчивое. Поэтому вот такое явление. Неустойчивость к пувырканию вот этого параллелепипеда. Как бы мы ни старались, нам не удастся отправить параллелепипед в полет вот вокруг средней оси. Неустойчивое движение на деле не реализуемо. На деле не реализуемо. Ну и примечательно то, что вот здесь, и здесь у нас неустойчивое седло, и здесь тоже седловая точка.